Всем привет! Меня зовут Лена, и сегодня у нас будет такой аналог Try Chapter Tag. Дело в том, что я подумала, что в последнее время для любителя фэнтези я читаю слишком мало книг этого жанра, а между тем у меня на полках киснут в ожидании начало четырех наикрутецких фэнтези-циклов. Поэтому я решила попробовать вместе с вами почитать эти книги и выбрать, какую из них я совершенно точно прочитаю в июне месяце. Читать я буду не по одной главе, а примерно по 50 страниц в каждой книге, чтобы никому не было обидно. И потом мы с вами вместе выберем, какая из книг меня заворожит больше всего и какая из них переместится в самое ближайшее мое, прочитанное уже полностью. И начнем мы с автора, которому я дала наибольший аванс из возможных. У меня его книг на полках немеряно, при этом я не читала еще ни одну. Поэтому это Брэндон Сандерсон и его «Пепел и сталь». Первая книга из цикла «Рожденный туманом». Больше всего в этой книге меня завораживает мир. Здесь пепел падает с неба, солнце светит кровавым светом, а ночью на мир опускается туман, который крадет людские души. Вау! Но так было не всегда. Тысячи лет назад император, который сейчас правит этим миром, сразился с бездной, которая хотела поглотить весь этот мир. Но победив в этой битве, он мир поработил сам. И вот теперь считается, что победить его нельзя, но совершенно по-другому считает легендарный вор Келсер, который сбежал с рудников, где он отбывал свое наказание, и решает императора сокрушить. Я думаю, что это будет очень завлекательно, увлекательно и круто, так что давайте пробовать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я прочитала первые 70 страниц Пепла и Стали, но получается, что до 70-й это читала, это где-то 60 страниц текста, не стала ограничиваться 50-ю, дошла уже до конца главы, чтобы по смыслу больше понять, что происходит. Здесь я успела познакомиться с двумя ключевыми героями этой книги. Это Келсер, тот самый вор, про которого я говорила еще, в общем, про книгу рассказывая, который сбежал из мест, где, видимо, отбывал наказание, и девушка Вин, которая тоже имеет отношение к воровской шайке, которая с ними работала и служила неким таким талисманом для тех дел, которые они там проворачивали. Брэндон Сандерсон, конечно, уже на этих страницах так щедро рассыпал всяких плюшек интересных, которые должны захватить читателя и заставить его читать дальше. Во-первых, это магия, которая замешана на восьми ключевых металлах, которые дают какие-то определенные силы человеку, обладающему магическими способностями. Эти люди делятся на два типа. Либо ты владеешь какой-то одной силой, либо владеешь всеми. Я еще не поняла, к какому типу относится кельсер. Я так подозреваю, что он всеми, наверное, может владеть. Но это не точно. И наша главная героиня Вин однозначно относится ко второму типу, к людям, которые владеют всеми возможными силами, которые дают камни. И такие люди очень редкие и называются как раз рожденные туманом. Помимо этого, у нас очень интересный мир, где мы ходим по городским улочкам, засыпанным пеплом, который постоянно сыпется с неба. Здесь серьезное расслоение социальное. Нас Лукска и людей-господнинов. Тут есть инквизиции. Я уже встретилась на страницах с остальным инквизитором, у которого из глаз, там, где должны быть зрачки, у него, в общем, воткнуты огромные гвозди, чьи острые края выходят с задней части головы. В общем, жуткая жуть. Обещают это все быть очень интересным. Вот Кесер проходит по городам и собирает себе команду, чтобы совершить какое-то величайшее деяние в своей жизни. По всей видимости, это будет как раз борьба с императором, который сейчас правит этим миром. В общем, я осталась очень заинтересована. Первые несколько страниц прошли так спокойно совершенно, но дальше мой интерес определенно нарастал. Посмотрим, насколько остальные книги сегодняшние смогут или не смогут перекрыть мой интерес к этой книге. И следующая наша книга. Роберт Джордан и его Ока Мира, открывающие многотомный цикл «Колесо времени». Здесь аннотация, который невероятно напоминает «Пластелина колец», темный шалгу, которого создатель заключает в гору, успевает перед этим навести на мир порчу. И те, кто может пользоваться единой силой, видимо, какой-то магической силой, ввергают в мир катастрофу, которую называют разломом мира. Все эти события переходят на уровень легенд. И когда мы встречаемся с нашими главными гроями, тремя приятелями из какой-то небольшой деревеньки, они, естественно, не могут и подумать, и предположить, что все эти мифы и легенды, о которых они только слышат, начнут оживать у них на глазах. Посмотрим. Здесь пугают каким-то очень тягучим повествованием, ну что не странно, потому что цикл этот огромный, и, по-моему, если мне память не изменяет, включает что-то около 11 книг. Но у меня очень большие предвкушения на его счет, так что давайте-давайте пробовать. Продолжение следует... Ну что, я еще в самом только начале, но уже обнаружила, что немножко вам соврала, когда рассказывала про книгу. Здесь у нас начинается все действие в деревушке, где проходит большое событие для них, стрижка овец, в котором участвует весь город, у всех поддельные обязанности. И один из этих жителей начинает рассказывать историю, которая произошла в эпоху легенд. И он рассказывает про войну, которая произошла между тьмой и светом, пока это очень напоминает властельных колец, да, ту самую войну с уроном, с кольцом. Только там были эльфы, а здесь предварителем светлых был дракон. Но я знаю, что вроде как дальше обещают нам вот эту схожесть с властельным колецом уйдет. Но та ошибка, про которую я хотела сказать, я сказала, что Шао Гу – это тот самый темный, но это не он, а это место как раз, куда его заточили, называется Шао Гу. Пока такое неспешное повествование, но не сказать, что скучно, нет, все читается бодренько. Еще апдейт. Непонятно, дракон – это дракон, или дракон – это просто имя дракон. Здесь мальчишки как раз задают на этот счет вопрос, но рассказчик не знает. Ну что, рассказываю вам о прочитанных 50 страницах «Колеса времени». Странные у меня ощущения об этой книге пока что. С одной стороны, то, что они говорят, что она весьма неспешная, но это факт, потому что здесь персонажи две страницы рассуждают, будет ли на празднике фейерверк или не будет. Очень подробно описаны, что видят персонажи, что с ними происходит, но при этом сказать, что это прям нудно, что это невозможно читать, что ты там начинаешь засыпать. Нет. Но все равно временами я ловила себя на мысли, что как-то вот мой взгляд немножко по странице начинает скользить, потому что очень много информации, но она такая бытового плана, создающая атмосферу. Но при этом какие-то внутри возникают теплые ощущения. Да, я уже неоднократно говорила про «Властелина колец», но дело в том, что у меня какие-то очень прямые ассоциации именно по атмосфере какой-то того, что происходит. А когда у нас ещё здесь вот эта война между тёмным и тёмными и светлыми? Познакомимся с персонажами, которые готовятся к празднику, и я не удивлюсь, если на этом празднике что-то произойдёт или после этого праздника что-то случится. Да, всем помню «Властелин колец» и эпичное день рождения Бильбо Бейгинса. Здесь мы, пока мы познакомились, в общем-то, с двумя героями. Бейгин, которая была в первой главе, и молодой человек, имя которого я уже благополучно забыла, Ранд, который прибывает со своим отцом в посёлок, привозит Син. По дороге, пока они едут с отцом, они встречают какого-то странного человека, точнее, видят его только Ранд, и этот человек вызывает в нём какие-то беспокойные чувства, и потом, когда он отцу о нём говорит и поворачивается обратно, видит, что человека этого уже нет, и тут он начинает думать, показалось ему или не показалось. И когда он прибывает в городок, то выясняется, что его друг тоже видел этого человека, и он у них вызывает какие-то ощущения такие неприятные, и почему-то они сразу вспоминают тёмного. Мне это как-то сразу напрягло, потому что, ну, серьёзно, это эпоха легенд, да, это было когда-то там сто лет назад, и они сразу такие, «Умм, странный человек, наверное, это тёмный». Ну, не знаю, странно. Нам уже дали немножко объяснение, что такое колесо времени, и дали намёк на то, что эпическая битва, которая происходила между светом и тьмой, между тёмным и драконом, что эта битва происходит не в первый раз, и колесо времени вращается, и каждый раз одно и то же повторяется, вот эта вот битва их эпичная тоже. Посмотрим, что будет дальше. Пока я, конечно, в таких, в растрёпанных чувствах, мне понравилось однозначно, но не так, чтобы просто всё бросать и бежать читать продолжение. И мы переходим к известнейшей книге, которая была написана 70 лет назад, но до сих пор не теряет своей актуальности. И это Мервин Пик и его «Титус Гроан», который открывает цикл «Гармингаст», в котором только три книги, и последняя из них, к сожалению, не закончена, но от этого не делает этот цикл менее значимым. Не очень понимаю, что будет здесь происходить. Всё, что я знаю, что дело вертится вокруг огромного, таинственного, тёмного замка «Гармингаст», который опутан какими-то легендами, в нём происходят какие-то таинственные вещи. Всё это подвержено и закручено на ритуалы, которые веками в этом замке сформировались. Но здесь рождается юный Титус, который меняет жизни в замке, и ход тех событий, которые там происходят, очень сильно встряхивает. Я очень-очень давно хочу познакомиться с этой книгой, но почему-то всё время выбираю что-то другое. Но я надеюсь, что, возможно, сейчас проба моя меня настолько затянет, что я пойму, что вот-вот это то, что так ждало меня, и нужно срочно всё бросать и читать Титуса Гроона. Я от него жду чего-то мрачного, очень атмосферного, такого странного, тягучего, завораживающего. Посмотрим, так ли это. Буду читать. Титус Гроона Не могу не зачитать, просто. Башня эта, неровно заляпанная чёрным плющом, торчала средь стиснутых кулаков бугристой каменной кладки, как разувеченный палец, светотатственно воткнутый в небеса. Ночами совы обращали её в глухую глотку эха. Днём же она стояла безгласно, отбрасывая длинную тень. Воу! Так, прочитано 50 страниц Титуса Гроона, и да, это точно будет очень атмосферное чтение. Здесь, пока мы только-только знакомимся, погружаемся в атмосферу, особенно ничего не произошло. Мы двигаемся через замок Громенгаст с главным слугой лорда Громенгаста Флеем. Флея внутри оборевают чувства по поводу того, что у Громенгастов появился наследник. И вот он идёт поделиться этой новостью с единственным человеком в замке, который вообще не в курсе того, что произошло. А затем проходит через кухню, проходит через коридоры замковые. И смотрит, как остальные слуги реагируют на произошедшее. А там полный бедлам, все напиваются, валяются по углам. В общем-то, всё, что произошло на этих 50 страницах. Но уже понятно, что чтение будет очень атмосферное, очень завораживающее. И у Мервина Пика, конечно, потрясающий совершенно язык. Мне очень нравится, как он пишет. Продолжу знакомство точно. И у нас осталась одна книжка на очереди. Совсем скоро я пойму, что всё-таки произвело на меня большее впечатление, и в каком порядке эти книги будут читать. И последняя книга в нашем сегодняшнем таком мини-марафоне это «Тёмная фэнтези», которая почему-то затесалась на полочку с подростковым фэнтези. Это Глен Кук и его «Чёрный отряд». Первая книга из хроник «Чёрного отряда». Здесь у нас отряд наёмников, у которых нет своего господина. Они лихие, они пьяницы, они головорезы, но, тем не менее, они всегда следуют своему слову своему, выполняют ту задачу, которая перед ними стоит. Им совершенно плевать, собственно, на кого работать. Не знаю, что получится. Не так много я читала «Тёмного фэнтези», но вот попробуем, посмотрим, что получится. Город был тих, как поле, через пару дней после сражения. И, как уже упомянутое поле, он был полон войни, мух, стервятников и мертвецов. Вот он дух тёмного фэнтези. Тут события развиваются просто вот. И сейчас я на 21-й странице, а тут уже леопард оборотень. Ну что, Я прочитала первые 50 страниц, чуть меньше первую главу «Черного отряда». Здесь Глангкок нас сразу бросает в гущу событий. Тут у нас предательство, разборки, таинственные существа. И достаточно много было, не то чтобы даже сражений, но таких военных разборок в первой книге. Я не очень этого люблю. Я уже совершенно расстроилась, решила, что совсем у нас не будет складываться с этой книгой. Но в конце главы случается так, что «Черный отряд» меняет своего нанимателя. И этот наниматель оказывается весьма непростым человеком, скорее даже не человеком. И с ним связаны какие-то страшные старые легенды. И таким образом «Черный отряд» поступает на службу какому-то страшному злу. Такой поворот событий заинтересовал меня гораздо больше. Я сразу воспряла надежды, что всё-таки, может быть, у нас эта книга сложится. Но сейчас давайте поговорим про всё, что я прочитала, какие выводы сделала, что я буду всё-таки читать в июне из этих четырёх книг. На самом деле самое большое впечатление у меня осталось после «Пепла и стали», потому что здесь сразу меня заворожил мир, очень аккуратно, но без каких-то там долгих растягиваний и хождений вокруг да около. Автор нас начинает погружать в историю, поэтому здесь я была очень заинтересована. Тут всё у нас сложилось. «Роберт Джордан» мне тоже очень понравился. У меня какие-то очень тёплые ностальгические чувства вызывает эта книга. Мне кажется, что с ней будет очень уютное, такое долгое путешествие. «Роберт Джордан» меня по своему началу не разочаровал, и надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Это будет такая классная, объёмная, атмосферная история. Но что до максимальной атмосферности, это, конечно же, «Громингаст». На этих 50 страницах, что я прочла, я уже встретила комнату, наполненную огромным количеством белых, пушистых, мурчащих котиков. Разве это не прекрасно? Так что с «Громингастом» у меня тоже есть надежда, что всё будет в дальнейшем очень-очень хорошо. И хроники «Чёрного отряда», которые вызвали во мне самые наибольшие терзания. И, соответственно, примерно точно так же и распределились мои голоса, насколько мне хочется сейчас ознакомиться с этими книгами. Поэтому «Чёрный отряд» я пока откладываю в сторону до лучшего настроения, чтобы к этой истории приступить. И это уже будет однозначно после того, как я дочитаю «Первый закон» Джо Беркромби. «Громингаст» уходит на какие-то ближайшие планы. Надеюсь, что даже, может быть, летом всё-таки приступлюсь, потому что достаточно давно у меня эта книга лежит, и пора всё-таки её достать со своих полок. Она меня не разочаровала своим началом, наоборот, очень воодушевила, так что буду знакомиться в ближайшее время. Также я не буду откладывать и Роберта Джордана, надо с ним продолжать знакомиться, тем более вторая книга уже есть в продаже. Но в топ однозначно уходит Брэндон Сандерсон и «Пепела сталь». В общем-то, на это я, наверное, надеялась. И в июне обязательно прочитаю, и кто знает, может быть, даже и весь цикл, потому что там всего три книги, и не так уж и много, и не так уж и долго. Вот такие чтения у нас сегодня получились. Я надеюсь, что вам было не скучно, было интересно. Пишите, какие книги из этих вы читали, какое у вас мнение. Если вы любите «Чёрный отряд», обязательно напишите, за что, и, может быть, там дальше будет больше магии и меньше боёвок. Ну, я всегда надеюсь на это в фэнтези, но, к сожалению, конечно же, не всё в фэнтези такое. Так что успокойте или расстройте меня, как там будет дальше. И спасибо, что посмотрели, провели со мной это время. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok